Добрый вечер, уважаемые коллеги, уважаемые председатели. Итак, расставляем несколько акцентов. Может быть, мы и не правы, почему мы акцентируем внимание и стоит ли лечить больных в специализированных центрах, чем это обусловлено, что является наиболее важным в лечении больных герминогенными опухолями, то, что они высоко чувствительны к химиотерапии, что есть потенциальная возможность вылечить пациентов, что должна работать ультидисциплинарная команда, лечение в специализированных учреждениях или все вместе взятое. Ваше мнение? Ваше мнение? Хорошо, дождемся конца лекции, конца доклада. Хорошо. Но все понемножку правы. Все правы, да. Итак, герминогенные опухоли. Не буду долго рассказывать. В общем-то, об этом мы часто достаточно говорим. Редкая опухоль. 1% всего от всех нозологий, злокачественных опухолей она составляет. Это высокая чувствительность к химиотерапии. Основная характеристика этих опухолей. И потенциальное, преимущественное большинство пациентов можно вылечить. Даже с метастатическими формами заболевания. Наверное, вот этот слайд уже всем достаточно хорошо знаком. Еще раз его продемонстрирую. Большое эпидемиологическое исследование, проведенное в Великобритании, которое подвело итог лечения пациентов всеми злокачественными опухолями. И подвели итог за 40 лет. Что же произошло? Так вот, что произошло за это время? Выживаемость пациентов с 25% увеличилась до 50. Десятилетняя выживаемость. Десятилетняя выживаемость. 50% живут 10 лет и более. И на первом месте какая опухоль? Тестикулярный рак, герминогенные опухоли. Значит, это опухоли те, за которые стоит бороться. Выживаемость пациентов достигает до 100%. Что происходит в нашей Российской Федерации? Мне бы хотелось поделиться теми результатами аудита, которые мы имеем на основании посещения онкологических учреждений. Какая динамика заболеваний? Небольшая, но рост несколько есть. Больных не так много. Посмотрите, в 2017 году зарегистрировано чуть больше полутора тысяч пациентов герминогенными опухолями в Российской Федерации. Много ли это или мало? Да немного, конечно. Прирост наблюдается. Небольшой прирост, вроде бы в единицах, если говорить, но составляет он 20%. И если говорить о возрастной категории, это молодые люди. Люди 20-30 лет. По статистике, статистика, она ведь такая упрямая вещь, показывает, что и в 49 лет высокий риск заболеть. Но на деле мы видим молодых людей 20-30 лет, которые приходят к нам в отделение. И давайте посмотрим по регионам. Стоит ли действительно бороться за лечение этих пациентов на местах, либо их нужно отправлять туда, где занимаются этим постоянно? Посмотрите, сколько пациентов в Северо-Западе зарегистрировано. 182. Много это или мало? А если мы посмотрим по регионам, это в пределах десятка. Значит, на одного доктора 1-2 пациента может быть. В Ленинградской области, Санкт-Петербург, Ленинградская область, 82 пациента. Это немного совсем. И мы пытаемся их лечить. На что это сказывается? Ну, во-первых, вот здесь вот опять же динамика заболеваний, количество пациентов. Количество пациентов. 182 пациента на 2017 год, как я сказала уже. И что мы имеем на сегодняшний день? Помните, пятилетняя выживаемость по данным лечения больных в других центрах за границей, я имею в виду, достигает почти 80%. Что мы сегодня имеем по регионам, можете здесь посмотреть. К сожалению, есть регионы, не буду озвучивать. Вы видите здесь сейчас на этом слайде, где пятилетняя выживаемость ниже 60%. В среднем по России где-то 65%. И каждый год 300 молодых ребят погибает от неправильно поставленного диагноза, от неправильно проведенной тактики лечения. Много или мало? Каждый раз вот я говорю, много, наверное, потому что это прекращение жизни, прекращение рода. Правда? Произошло ли что-нибудь за последнее время? За что мы бьемся так? Может быть, мы это зря делаем? Вот посмотрите, Санкт-Петербург, пятилетняя выживаемость была в 2011 году ниже 85%, да? Пятилетняя выживаемость была 73%, стало 82%. Значит, что-то сдвинулось, значит, наши действия направлены в нужном русле, и мы действуем совершенно верно. Мы провели аудиты в регионах, и здесь перечислены те регионы, в которых мы побывали. Здесь присутствуют, наверное, практически все химиотерапевты, которые ездили по этим регионам. И мы посмотрели, как лечат гермоногенные опухоли в этих регионах. Было протестировано, проанализировано где-то около 100 случаев лечения больных с гермоногенными опухолями. Что мы обнаружили? Мы обнаружили ни одного случая абсолютно верного от начала до конца проведенного лечения. Тактики лечения, диагностики, везде были какие-то проблемы. Были проблемы и с обследованием до начала лечения, неверным стадированием, нарушением выбора лечебной тактики, перелечивание пациентов, несоблюдение интенсивности режима, неправильное ведение дальнейшего пациента. Такие вот мелочи, казалось бы, вы знаете, здесь не нужно дорогих препаратов. Я не собираюсь читать назидание докторам. Но здесь, соблюдая те рекомендации, которые существуют, можно добиться хороших результатов. И возвращаясь к тем единичным пациентам, которые статистически появляются в каждом регионе, стоит ли ими заниматься, если есть центры в Москве, Санкт-Петербурге, где занимаются этими опухолями. И чтобы не быть голословным, я приведу просто несколько примеров, которые свидетельствуют о том, что действительно ведение пациента всказывается на дальнейшем течении. Молодой человек, 27 лет, в течение нескольких месяцев обращается к врачам по поводу варикоцели, гинекомастии, увеличенных маркеров бета-ХГЧ, появления забрюшинных изменений. На это проходит у него несколько месяцев. В конце концов, он самостоятельно приезжает к нам в институт вот с такой картиной. С дыхательной недостаточностью, достаточно уже в тяжелом состоянии. У нас эти пациенты, когда появляются, они госпитализируются практически сразу же, либо в этот же день, либо на следующий день, тем более, учитывая вот такое состояние пациента. Больной был госпитализирован на следующий день, потому что вечером был у нас в институте. Вот с такой картиной он, к сожалению, вот эти снимки даже делают с Илюжа, потому что дыхательная недостаточность. И больному по жизненным показаниям мы имеем право без верификации морфологического диагноза начать лечение. Начали химиотерапию, причем здесь невозможно проводить с блеомицином типичную химиотерапию, потому что это может усилить распад опухолей и вызвать усиление дыхательной недостаточности. Монотерапия с исплатином. К сожалению, осложнение пневмонии и закончилось все достаточно драматично. Мы не успели. Другой случай. Другой пациент, 29 лет. Болевой синдром, обследуется по месту жительства, делают обследование, видят образование в левом гемитороксе, пунктируют, получают незрелую тератому. Что нужно делать, уважаемые коллеги, спрашиваю вас, в этой ситуации? Проводить химиотерапию в этой ситуации, да? Нет, больному делается операция. Большая операция с привлечением кардиохирургов, ангиологов. Несколько часов больного оперируют, прооперировали, оставили в покое. Но почему-то через два месяца рецидив заболевания. Конечно, мы задним числом все с вами умны, да? Через два месяца рецидив заболевания достаточно большой, опухолевая масса большая. Доктора понимают, что что-то сделано здесь токсически. Не все, не в полном объеме, я мягко говорю. Возвращаются, думают о химиотерапии, сделанной химиотерапией. К сожалению, ответа не последовало. Больной самостоятельно обращается в институт онкологии в тяжелом состоянии. Гистологически подтверждается, что это герминогенная опухоль с высокими цифрами уровнем альфа-фетопротеинина. И что в этой ситуации делается? Ну вот опухоль, вы видите, достаточно большая. Занимает практически весь левый гемиторакс с интимным подлежанием к сосудам, к перикарду. Хотя даже была резекция перикарда, помните, в первичной операции. Делаем вторую линию химиотерапии тип. Но больным уже приведена химиотерапия. Больной достаточно уже ослаблены. Осложнения тяжелые, которые угрожают жизни пациента. Нетропиния, фибрильная нетропиния на фоне дыхательной недостаточности, тромбоцитопиния. И того уже ответа на лечение, который должен был наблюдаться в начале, в дебюте заболевания, мы не наблюдаем. Маркеры не снижаются. Что делать в этой ситуации? Больной госпитализируется в связи с осложнением в реанимационное отделение. Мы выводим из этих осложнений. И обращаемся к таракальным хирургам. Можно ли здесь сделать какую-то циторедуктивную операцию? Селвер-серджери. К сожалению, нет. Даже у нас, Евгений Владимирович Левченко, наверное, все уже это знают. Это доктор. Если он отказывает от операции, то, значит, достаточно серьезная ситуация. Отказали нам хирурги в лечении. Что мы тогда принимаем решение? Мы назначаем третью линию и топозит. Ну, вы знаете, произошло, наверное, чудо. Наверное, небеса услышали наши возгласы. Стабилизация процесса без ухудшения. И вот сейчас хирурги пошли нам на помощь. И ввиду вот такой стабилизации хорошего состояния пациента решается вопрос о циторедуктивной операции. Возможно, мы что-то еще выиграем. И еще один случай. Вроде бы такой достаточно простой. 31 год. Человек падает с мотоцикла, с велосипеда. Появляется одышка, делает снимки. И вот такое вот образование у него. Прямо к гемитораксе. Обращается к онкологам. Онкологи обследовали, видят это образование. Сделали маркеры. Маркеры повышенные. Но при этом принимается решение наблюдения пациента. Наблюдение. Пациент обращается самостоятельно к нам. Пересматриваются снимки. Но не вызывает сомнений, что скорее всего, что это не просто гематомы с наклонностью к апсидированию. Правда? А скорее всего, что это опухоль, исходящая из средостения. То есть это неганадная герминогенная опухоль. Не исключается этот момент. И причем она очень больших размеров. Делается биопсия. Доказывается, что это тератомы. То есть это несеменомная опухоль. И что в этой ситуации нужно делать? Системное лечение. Ни в коем случае не оперировать. Нужно уменьшить эту опухоль. А потом уже убирать остаточные резидуальные массы. Могу сказать, что здесь позитивный ответ достаточно. Больному провели химиотерапию в полном объеме. И вот сейчас он уже прооперирован. И мы получили хорошие результаты. Некроз опухоли. Больной в дальнейшем лечении не нуждается. И что сделали мы? Какие выводы проанализировав то, что мы увидели? И опять же говорю, не в назидание, не в наказание. Учитывая редкость опухоли и учитывая то, что невозможно на местах сделать комбинированное лечение, чтобы работала команда и химиотерапевтов, и диагностов, и хирургов, которые тут же идут на помощь, оказание данной группе пациентов больных и при подозрении, и при диагностике нужно направлять в специализированные центры. Это там, где ими занимаются постоянно. В Москве это центр Блохина, а в Санкт-Петербурге это институт онкологии имени Петрова. При диагнозе герминогенной опухоли у нас, начиная с регистратуры, знают, что это такое, больного направляют тут же к нам. Это не такое большое количество пациентов. В этом году, вот мы сейчас посчитали, прошло первичных 50 пациентов. Это немало. Это немало, но это не так много. Мы справляемся с этим. И чтобы не говорить голословно о том, что больных нужно направлять в специализированные учреждения, обращаю вас к нашим рекомендациям. Рекомендации русско. Пациенты лечиться должны у того онколога, который имеет опыт лечения больных с данной локализацией. И сейчас просто на позитиве хочу вам показать снимки пациентов, все ли хорошо заканчивается. Как-нибудь я думаю, что мы вам покажем наши хорошие результаты рожденных детей. Так вот этот молодой человек, посмотрите вот слева снимочки, пришел в тяжелом состоянии с дыхательной недостаточностью, с кровохарканьем перед началом больших праздников долгосрочных. И очень тяжелый был. На что люди, которые занимаются госпитализацией, сказали, Светлана Анатольевна, давайте после праздников положим. Если бы мы это сделали, его бы уже не стало, однозначно. Вот весенние праздники, мы взяли его на лечение. Прошло много времени. Здесь представлены снимки 2017 года. Он приходил совсем недавно, все хорошо. У него нет признаков заболевания, он получил полный курс лечения, хотя был неблагоприятный прогноз. Он родил сына, у него продолжается его род. Все больные, которые поступают к нам на лечение, они подвергаются к риоконсервации спермы. Поэтому все равно есть возможность потом родить детей. Это великое дело, когда онкологический пациент продолжает жизнь в своих детях. И поэтому еще раз хочу обратиться к вам, специалисты, которые сидят здесь, присутствуют из других регионов. Герминогенные опухоли – это особенные опухоли. Их можно вылечить. Это особенная категория пациентов, которые должны лечиться в специализированных учреждениях. Здесь не надо дорогостоящие препараты. Нужно только выполнять те рекомендации и своевременно принимать лечение. Потому что опухоль из послушной, к сожалению, превращается в агрессивную, неподдающуюся лечение. И если доктор не знает, к сожалению, больной не должен страдать. Вот это изречение, болезнь не может приспосабливаться к знанию врача. Она как никогда здесь очень актуальна. Я всем хочу пожелать, чтобы наши пациенты так же вольно себя хорошо чувствовали после лечения. И чтобы они в большинстве своем, особенно с этим диагнозом, были здоровы. Спасибо вам всем большое. Светлана Анатольевна, я думаю, что вам надо было поставить голосование. А теперь голосование. Теперь голосование. Что же является наиболее важным в лечении больных герминогенными опухлями? Высокая чувствительность к химиотерапии, высокая степень потенциальной излечимости, работа мультисплинарной команды, лечение в специализированных центрах. Или все изложенное. Ответы удовлетворяют. Ответы удовлетворяют. Спасибо. Спасибо вам всем большое за внимание. Ответы удовлетворяют.